Телевизор должен умереть. Вася, ты один из самых смелых русских режиссеров, который очень интересно, неожиданно исследует русскую жизнь. А мы захотели поисследовать тебя, если ты не против. А что ты на воротах делал? Верёвочку поднимал, запускал. Ворота сломались автоматически. Недели две их не ремонтировали. А я сидел, верёвочку поднимал, машины пропускал. На табуреточке я сидел. Такая работа у меня была. Но это не всё время, это две недели только. Машина подъезжает, я верёвочку опускаю, пропускаю. И обратно так. Это, на самом деле, работа мечты. Потому что я писал в это время. И поднимаю верёвочку в день, а потом ночью сажусь, пишу, у меня сила ездит. Я тут почти все пьесы написал. Ранние свои, всякие коммерческие, которые меня кормят, детекторы лжи. У меня был вагончик, я приходил, у меня там спиздили военный билет с курткой вместе. Ага. Ну, то есть я такой охранник был, что я попишу, потом ложусь спать. И тебя самого оборвают. Тебя оборвали, самого оборвали. Ну, вот, видимо, это же удобно, получаешь копеечки хотя бы. Я, собственно, работал немного, месяца четыре, по-моему. Потом я, первую у меня пьесу купили. Это какое? Там же пьесы, там нужно охрану содержать, у тебя только там человек тридцать. И ты просто работаешь уже на это. Поэтому денег, их не нужно много зарабатывать, чтобы не становиться их рабом. Давай для начала перечислим, кем ты работал до того, как кино и театр стали твоей профессией. Ты был сторожем? Охранником, да. Ну, ты такой сторож. Ты был бутлегером? Ну, это не работа была. Это был бутлегер, я был неофициально. В трудовой книжке там не написано. Удивительно. Что это была за работа? Как ты... Это был мой зарубой тогда, это у меня тесть просто показал, как это делается. Мы катали водку из дагестанского спирта и развозили по точкам, где там бабки торговали. Вот такая бочечка у меня была, 200 литров, и я брал колодезную воду обязательно. У меня был ариометр, я делал 40 градусов. Я этот спирт пробовал сам, прежде чем, чтобы не отравить людей. И только после этого я делал и продавал. Там была какая-то машинка у меня, я закатывал эти бутылки, мыл. Как я и закончил потом этим заниматься, я приехал к одной бабульке, и она говорит, мне там какой-то местный алкаш не вернул деньги. Пойдем со мной сходишь, я у него... Ну, типа, будешь моей охраной. Я пошел с ней, и в итоге она его отпиздила, блядь, со сковородкой. Я подумал, чем я занимаюсь, собственно, и закончил на этом. Она его отпиздила очень сильно. Она вышла? Я охуел. Она увлеклась, да? Она увлеклась, да. Ну, он, видимо, ей уже много доставил, конечно, неприятностей. Но с таким остервением она его била, что даже пришлось мне ее остановить. Я закончил. Здравствуйте, Надежда. Здорово себе! А как вы так сумели? Как вы так проникли в реви? Ты здесь работал? Да, по-моему, два года. Даже с трудовой книжкой. Это последняя запись с трудовой книжками. В основном я появлялся на празднике. На самом деле можно же удаленно работать редактором спокойно. А праздновать удаленно нельзя? А праздновать нельзя, да. А ты редактировал тексты? Да. Ты знаешь, я редактировал тексты. Во-первых, нужно еще их читать, когда тебе присылают. То есть там приходят реально люди, которые присылают в конвертах. Такие повести свои. И ты это читаешь. Тебе вот дают пачку. Это тебе. А это писатели или это любители? Ну, по-моему, любители. Некоторые были писатели. В журнале «Урала» иногда выходили очень охеренные вещи. Допустим, «Черная бабочка», Дмитрий Шкарин такой. Его вот издали вот таким шрифтом, чтобы пенсионеры не могли прочитать. Потому что там был пиздец, блин. А про что там было? Я прям рекомендую, чтобы они тебе подарили этот… Нашли где-то этот номер. Ну там… Там… там в жопу дули, в общем. Прям вот как у нас в заставке? Да, примерно так. Только там в жопу орали, дули, там что-то такое было. Прям про наркоманов какая-то история, но она такая веселая прям. Вась! Что это такое? Сталин. А это… это шутка юмора или… Я не знаю. Это не моя локация. У меня дома такого нет. Ты как к ним относишься? Как к купырю. Ты пять лет назад говорил у Ксении Собчак на интервью. Унижение — основа жизни в России. За пять лет что-то изменилось? Еще больше унижения стало. Еще больше стали унижать народ. И народ, по-моему, пока продолжает еще это принимать, но уже, я чувствую, скоро резьбу сорвет. Какие унижения? Да любые. Голосование на пеньках — это не унижение. Унижение. Унижение — миллион. Законы, какие они принимают — это унижение, унижение. То, что они там с Навального делают — это унижение, унижение. До фига унижения. То, что они дворцы сидеть и строят — это унижение, унижение. Ты веришь, что дворцы их? Конечно. Почему? Да потом, ФСО. ФСБ, ФСО это охраняет. Почему? Тут даже не надо каких-то особых аргументов и документов. Это не полетная зона. Охраняет ФСО, ФСБ. Тебе возразят. Вот в 90-е бытового унижения было гораздо больше. Ну просто хамства бытового беспредела было больше. Люди отучились уже унижать друг друга, а государство не отучилось унижать. В 90-е люди унижали друг друга, я помню. И меня унижали, но сейчас-то они уже не унижают друг друга. Люди друг друга. А государство нас унижает. Есть те, кто считает, что «Страна ООС» — это прям трэш. Я не из таких, я фанат фильма, мне очень нравится. Как он вам? Ну это гениальный фильм абсолютно. По-моему. Он, знаете, чем классный? Он его может сварить бесконечно, потому что там все время что-то новое прочитываешь. Новые какие-то находишь приветики. Елена, а как вы относитесь к тантрическому сексу? Стивен Кинг способен заниматься до семи часов. Утро. Но он умный, да, такой умный. И в то же время он очень человечный такой. Он такой грустный. Я не знаю, как вам объяснить. Может быть, вас смущает слово «гениальный», потому что мы прибережем после смерти. А я вот как-то думаю… Какой смерти? Не дождетесь бы. Какой смерти? Какой смерти? Его листочек отодвинул. Вот так, да. О! Кинотавр стоит, кстати. Тихо. О! Это кинотавр? Да! Нашелся! Слушай, а ты не на видном месте у себя хранишь, да? У меня его нет. Я же Андрею тогда отдал шарик. Лучший сценарий за страну ООС, между прочим. Блин, мне всегда было интересно попробовать. Не, не хочешь вот так вот? Да, зачем? У Никиты Сергеевича там телефоны стоят, потом призы. Орел, Оскар, блядь, знаешь, вот это… Любят люди показать, что у нас было. Надо жить в будущем, чтобы в будущем что-то случится. У нас было? У них было, да. Как к Никите Сергеевичу отношусь? Хорошо. Любой человек как бы живет, у него… В жизни может все что угодно случиться. Ты отстал от жизни. Можно отстать. И что его за это гнобить? Он отстал. Его надо жалеть. А он отстал? Он отстал. Ну и режиссер великий? Да, хороший режиссер. Ну, по крайней мере, там, «Гра дня», фильм, «Пять вечеров». Мне прям нравится. Ты говорил, что тебе нравится, как он с актерами работал? Да. Играют классно, они у него лучше всех. То есть, если у него видишь, этих же актеров, они у него будут очень хорошо работать. Нам с пацанами очень повезло. То, чем мы занимаемся, это вроде и работа, а вроде и не совсем. Заниматься любимым делом, пробовать новое и иметь возможность делать что-то для своих близких – это самый большой кайф, который только можно представить. Ну и вообще, баланс между работой, увлечениями и семьей – одна из самых важных задач. Глобальная компания «Be Your Own Man», которую недавно запустил «Босс», как раз об этом. Про то, что определяет каждого из нас, мотивирует и двигает вперед. Для нас подготовка каждого выпуска в «Дудя» – это всегда новые знания, новые места и новые эмоции. Дарить что-то близким – это тоже сильные эмоции. В декабре, вы могли это видеть в моем инстаграме, я готовил подарки для своих детей. А сейчас пришло время выбирать подарки для папы, и для меня это тоже особенный процесс. Тем более, если хочется, чтобы в этот раз там сочетался сюрприз и что-то, что будет актуально всегда. В этом плане классический парфюм «Босс Боттл» – максимально беспроигрышный вариант. Не сидите на месте и радуйте близких. И когда для этого есть календарный повод, еще лучше – просто так. Эми, брак по звуку у нас будет. Нас встретило вот это вот чудо. Это то самое, которое снималось «Страниос»? Нет. Нет? Это дублер. Стоять, стоять, стоять! Эмочка! Так, подожди, ну это та же порода, да? Это та же порода. У нас история такая была с собакой. Ее нам как бы дали, сказали, что у нее хозяева ее бросили, ту, которую мы снимали. Мы с нее увезли в Екатеринбург. Она из Москвы была собакой. А потом выяснилось, что этот чувак, который нам это все сделал, он украл своих друзей. Ходил передо мной выслушаться. Я собаку искал. И вот это само… И чувак, который должен был добыть собаку, украл ее? Да, он украл ее у своих друзей, привез нам на съемки в Екатеринбург, сказал, что ее бросили, и Троянова ее удочерило. Потом мы приехали в Москву, тут пару дней было съемочных, и хозяева обнаружились, мы по ним перебежали, и ее требовали обратно. Чувака мы уже давно этого уволили, он с нами уже не работал, который… А он за реквизит отвечал? Он, ну, такой какой-то помощник был, я не помню уже. Какой-то помощник, там, директор, что ли. Собаку ВВТу отдали? Собаку отдали. У Троянова истерика была. Она ревела, там, все это… Она думала, что это ее уже собака же. А тут собака была там восемь, по-моему, или девять лет. А, старушка? Старушка уже, да. И вот у них любовь с Трояновой случилась. И прямо она такая хозяйкой стала. И вот мы ей на последний съемочный день перенесли щенка. А видели собаку на столе Лукаша? Видели. А я не понял… Тоже беленькая была. Это просто… Она лежала на столе рядом с блинами. Мне просто больше, что она шпиц. Вот вопрос. А чем тебя удивило? Это женская собака считается. Ну, что за сексизм? Ну, сексизм такой, да. Вот эти карманные… Собака-партнер, по сути. Лукашенко бегает с калашом. И тут же он садит шпица на носок. Ну, как раз нет. Он, наоборот, человек свободный от гендерных предрассудков. Ну, может быть, да. Может быть, да. То есть, возможно, хоть что-то хорошее… Ну, я не думаю, что это как раз связано. Он про это даже не знает, о чем ты сейчас сказал. На нас 500 заяв написали в Министерство культуры. 500? 500. Такая пачка лежала. Один раз мне даже дали, как одну посмотреть. Там номер был зачеркнут из телефона. Я так посмотрел и позвонил этому мужику. Так. И говорю, он какой-то там в Саратов, что ли. Я говорю, а что вы написали-то? Я решил узнать. Что происходит? Он говорит, потому что вы показываете, типа, это самое… Страна не такой, какая она есть. Я решил вмешаться в этот вопрос. Ну, люди… Я понимаю, что у всех своя правда, понимаешь? Ее как бы… Вот эта сила в правде… Как раз никакая не сила в правде. Твоя любимая. В чем сила? Потому что правда у всех своя. И я искренне верю, что там сидит какой-нибудь Путин. И он искренне верит, что он делает благие дела для страны. Ну, подворовывает. Да даже это не подворовывает. Это, наверное, как-то… Они не так это называют для себя. Правда до хуя. 250 зрителей сказали будет. При ковидной рассадке сказали это очень много. И хотел теперь показывать каждый год на Новый год. Страна у вас. Увидели, что интерес через столько лет сохраняется. Я бы такой хотел сделать, типа, 31-го или 30-го. Или 1-го, допустим. Похмельный такой показ. А потом, говорим, пьяночка. Режиссеру что нужно? Чтобы была пьяночка в конце. Ну, люди требуют к себе внедриться. Никак ты им просто билет по электронной почте не перешлёшь. Нужно встретиться и вручить лично. Знаешь, кого-то забудешь там, кого-то… Люди ещё обижаться живыми. Замучились со своими обидами. Конечно. Я вообще не понимаю, как можно обижаться. Если кто-то что-то сделал специально. Ну, какую-то гадость. Ну, всё, тогда не общайся с этим человеком больше ещё. А если тебе сделали случайно, ну, так пойми, это же не… Это же не специально. Настя. Еще раз, что пришли, по-моему, дожидаемся остальных и начинаем. Спасибо. Где находится улица Тарфорезов? А вы не знаете, где улица Тарфорезов? Вы не знаете, где находится улица Тарфорезов? Пошли, Юр, сюда пойдем. Юра. Блядь, это тоже не она, что ли? Ну что ж такое? А давайте спрашивать сейчас у всех, где находится улица Тарфорезов? Она где-то здесь. Тарфорезов. Да? Да, вот она, видишь? Почему Ленка Шабадинова искала именно Тарфорезов? Потому что ее найти невозможно реально. Я сколько не искал, мы реально вот туда приехали. Мы искали, мы хотели киоск поставить на улице Тарфорезов. Блядь, там Металургов, блядь, я ходил ее поставить. Там Металургов реально, везде мы ходили искали, чтобы нам место было. А Тарфорезов, оно вот такое, незаметное место. Почему в сценарии появилась именно она? Потому что Андрей Ленков, мой автор, живет на улице Тарфорезов. Но это его избушка тут где-то находится, мы ее сейчас поищем. Я думаю, может она сгнила уже. Страна ОС. ОС, это же не только ОС, но это еще и 03. Ну да, типа да. Ну я это тоже не закладываю, это из того самой получено. Ну ты серьезно? Стоп, ну это же слишком на поверхности. Мне казалось, что вот это не закладывать автор не может. Ну само собой получилось вообще. Я сам увидел такой оп. Так не делается. Если ты специально все делаешь, это будет хуйня. А если оно там само туда залетает, оно будет жить вечно. А ты был когда-нибудь в новогоднюю ночь в травмпункте? Не помню, но скорее всего нет. Там страшные вещи рассказывают. Я знаю. Раскуроченные фейерверками люди. Ну можно здесь, можно и без новогодней ночи обойтись и попасть просто в травмпункт, и там будут раскрученные люди. Я один раз был в травмпункте, там чувак такой лежал, за шею так держался. Я начал с ним разговаривать, он брал руку, что-то меня наедать, у него фон там так… Реально там… Что случилось? Он какой-то там ножом ебанул. А ты что там делал? Тоже я был с ножевым. Как-то мы там что-то закусились с какими-то бандосами. Что-то мне кто-то пырнул. И что? С троянного мы подрались с ним. Тусили? Тусили в каком-то кафешечке. И нам предложили выйти. Мы громко, видимо, разговаривали, какие-то картежники что ли, товарищи. Вышли, что-то Троянова ударили, я в ответ, мы пока там дрались. Подрались, подрались, потом пошли. Идем, у меня что-то на спине мокрое. Там оказалась дырочка. Ну, то есть Троянова… У нас были две кружки пивные с собой. Мы так кружками дрались. И Троянова ей тоже проводили? Да, с нее и началось, ей въебали. Первую. А она? Тоже? Троянова боец. Откуда появилась вот этот вот движок с тем, что он играет человека, который хочет, чтобы на него во время сексуальных утех навалили? Он не хочет. Это за него решил товарищ. Да? Да. Дюк из-за него решил, что он хочет. Он не хочет. Поэтому и не соглашается. Ты долго уговаривал прекрасную, невероятную, позже сыгравшую у Соррентина Юлию Снегирь на роль… Кто ее назвал? «Фифа-говномет». Она прямо так написана была? Я хотел даже в титрах так записать, но мне сказали, ну не надо так издеваться над Юлей. Я не стал как-то там по-другому написать. В сценарии она была записана «Фифа-говномет». А я ее не уговаривал, она сама попросилась. Попросилась? Ну да. Я ей написал специальную роль. Юля пришла и говорит, Вась, сними меня тоже в своем кино. Я говорю, ладно. И ты показал, кого надо сыграть? Нет, это еще не было роли, я ее специально написал. Так, то есть ты предложил, что она будет проституткой, которую вот так вот привезут на такое заклание фекальное. Ну да. И что она сказала? Она почитала и говорит, интересно, наверное. И согласилась? Ну да. Сразу? А куда деваться? При этом были звезды, которые отказались. Изначально роль Куцелка должен был играть Хабенский. Потом Бондарчук. И они отказались? Прямо Бондарчук подлинненько так, знаешь, сделал. Он не приехал просто за съемки. У нас уже, мы уже снимали, и он такой, раз, и не приехал. И мы такие сидим, и что делать? Я пошел сам пробоваться. Прямо попробовался, хуёво очень. И Куценку вспомнили, есть же Куценка. И прям Куценка за три дня согласился и приехал. Ого. Прямо спас нас. Вот это он томился. Ну там в своих этих сериалах, про скорую помощь или что там, там он утомился совсем, наверное. История такая, что... О! Ай, точно. О, привет. А вот сидит Лысин как раз, он знает, какая история. А иди сюда тоже, что ты? Расскажешь, как ты песню написал для нас? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем привет! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, я честно скажу, я видел один раз картину на примере на генотарре, но мы были все в жопу. Я, честно говоря, плоховато помню. И сегодня я кресло посмотрел кино. Хочу сказать, что это выдающееся кино, наверное, и у меня... Я чудо попал в эту картину, я расскажу, как. И я думаю, что это, в общем-то, наверное, моя любимая роль. Мне стыдно за то, что я взял деньги, потому что... Ну, несмотря на то, что они были крохотами. — Мне всегда было интересно, как выглядит рабочее место больших драматургов. — Вот такое большое. — Это кресло даже превосходит... — Знаешь, как она называется? Она называется «Кресло руководителя», блядь. — Прямо официально в магазине? — Официально в магазине «Кресло руководителя». Единственное, почему я его взял, я вот на этом кресле, вот на втором, я писал как-то, двое суток сидел и натер жопу, мозоль на жопе натер. Я купил потом вот эту хуйню себе, думал, будет лучше. Еще больше об нее натер. Потом я уже сказал, все, хватит, и купил себе кресло руководителя. — А в кресле руководителя не натирали? — Вообще все нормально, жопой. Еще, видишь, я похудел, и у меня как-то... — Кости. — Типа, все это само стало по-другому сидеться. — А сколько такое кресло стоит? — Не помню, стоит 25 тысяч. Оно же не кожаное, это же какой-то заменитель. — А как вы считаете, люди в России действительно так живут, как вы патаканы? — Да они по-разному живут, начиная от Рублевки и заканчивая. Вот я там как-то был в гостях, меня угостили с собачкой, с собачатиной, потому что они эту собаку зарезали, там, и... Поэтому живут люди по-разному. Я и был на Рублевке, и был вот в таких вот блатхатах, так называемых. То есть там тоже есть жизнь. — Я не знал, что это собака. Мы пришли с братом, со старшим, с Олегом, в гости к его каким-то знакомым, и они там что-то варили в кастрюльке, мясо. Мы с ними выпивали, они предложили закусить, ничего не сказали. А потом, когда я уже закусил, они сказали, что это была собака. До этого они говорили, что это козлик. — А собака вот прям со двора? — Я не знаю, где они ее обнаружили. Я даже судьбу ее не стал узнавать, где они ее взяли. Может, они ее где-то украли. — Как на вкус? — Я не помню. — Ты бы их им был? — Ну да. Ну, я думал, как мясо, на вкус, как... — А почему они ее ели? Это их рацион был обычно? — Я так понимаю, что они ели, потому что не было денег, ели собаку. — Что это за картина? — Как-то мне захотелось что-то Белоруссии как-то помочь. И я вот, мне показали картину белорусского художницы, белорусской художницы. «О, давай я ее куплю». И, собственно, купил. Для меня это сестры Хачатурян, я ее назвал сперва. А потом я понял, что это же, это просто еще и эти, сами, три белорусских тетки. Девочки балуются, видишь, они больше не боятся, значит. — Но они не баловались? — Ну, тут они балуются. — А если балуются, значит, не боятся? — Значит, не боятся, да. Там они боялись отца своего, здесь боялись батьку своего, а сейчас уже перестали и того, и того бояться. Эти уже как бы сделали все, все, что от них требовалось, у белорусов еще все впереди. — Как относишься к тому, что там происходит? — Отлично просто. Я думаю, это, я прямо от белорусов в восторге. Я думал, они затюканные, забитые, я всегда так их считал, а оказалось, что нифига, они смелее нас оказались. — А мы затюканные? — Мы — да. Народ никто не делал свободным ни разу. — Так, а может, и не надо? — Зачем? Не надо. — Ну скажут тебе, так никогда свободными не были. — Ну, никогда хорошо жить не будут, вот и все. Тут вопрос-то, хотите хорошо жить — будьте свободными. Не хотите — будете как-то минимальный мрот, у них там… — Но при этом свободой же нужно уметь пользоваться. — И, кажется, твои слова, что ты вроде про 90-е так говорил, что, если человек не умеет пользоваться свободой, то он превращается в груду мяса. — Ну, я как-то, может, и говорил подобное, но на самом деле свободой надо уметь пользоваться даже мне. Потому что свобода — это не всегда, как бы, такое, что ты способен переварить. И надо переварить в хаос твоя свобода. Свобода — это все-таки не то, что там пойти и сделать все, что ты хочешь. Свобода — это, в первую очередь, нужно уважать других, чужую свободу. — У тебя же бывает, когда ты не уважаешь чужую свободу? — Чужую свободу бывает, конечно. Ты что? Постоянно, ну, в основном это бывает, я каюсь потом после этого. Когда я что-то делаю такое, ну, это бывают, это такие моменты, когда ты сам себя не очень контролируешь, да? И что-то такое сделаешь, и потом, блин, зачем я так сделал? Ну, это все равно, это шаги. Ошибки — это шаги. Ты идешь, ошибаешься, и потом больше так не делаешь. — Давай конкретизируем, что ты имеешь в виду. Когда ты бычишь на людей? — Когда я бычу на людей, да? Берешь, и вот, блядь, находишь все силы и перестаешь бычить. Вот сегодня была история прям. — А что? — Да, что с показом там у нас что-то не то. Я такой, да я вообще не приду. Потом выдохнул и написал, что все хорошо. — То есть ты такой строптивый мэн? — Я избавляюсь от этого. Все еще предстоит. — Ты сказал, для меня это сначала были сестры-хачатурян. Ты следил за этой темой? — Ну, да, следил чуть-чуть. — С какими чувствами? — Ну, я понял, что люди восстали против тирана. — Убивать? — Нет. — Убивать нет, но у них не было, наверное, другого выхода. Я не знаю, потому что я им не могу сейчас... Что им... Наверное, можно было что-то по-другому сделать, им куда-то пойти и попытаться его там посадить. Но я не знаю, как ситуация, насколько он их напугал. Насколько они были напуганы, да, и что они, может быть, вообще боялись. И вот это решение убить они приняли от страха. А убить можно только от страха. Поэтому, как бы, когда... Беларусь — это, по сути, та же самая история, что и сестры-хачатурян. И вот пропал у людей страх, и они стали ходить, и они его не собираются же убивать, этого батьку. Они ему предложили нормально уйти. Он решил пока наказывать. Ну, все равно он проиграет. — Почему ты так думаешь? — Потому что всегда проигрывает такое. Он прошлое. У него, как бы, нет в сегодняшнем днем ни одной зацепки, ни одной склейки, связки. — А у нас разве не прошлое побеждает? — Нет, у нас пока не побеждает никто. Прошлое проигрывает. Всегда. Я говорю глобально. Побеждает будущее. — Еще раз поцелуете солдат. Поздравления. Спасибо, хорошего вечера. Говорите, не задавайте ему вопросов про политику. Я вас прошу только всего. Остальное все можно. А можно про секс, про что угодно. Только не про политику сегодня. Хотя и про политику. Ему все равно. Ты давно и последовательно оппозиционен. Почему так получилось? Ты знаешь, я политикой вообще не занимался. Получилось, власти сами так. Меня привели туда после болот. После этих фальсификаций, после рокировки, вот это все, ну, там был такой большой у них период, что они, когда они начали, собственно, вообще вот это отношение менять совсем в такую сторону, что мы никто. — А мы никто. — А мы никто? — Мы кто? — Мы нация. — Что тебе не нравится? Спросит тебя. Ты при этом режиме, скажут тебе, заработал на квартиру в Центральном административном округе. Чем ты недоволен, Василий? — Я заработал, потому что я работал, а не потому что мне это само... ее дали за какие-то заслуги. — Ну вот тебе дали возможность на работу, на самовыражение. — Возможность на работу, она была, да, и она есть, но ты понимаешь, когда у тебя там плюют на закон, да, это все накапливается, и потом этой работы у тебя уже не будет. Ты это все потеряешь, потому что все будет хуже и хуже становиться, если их не останавливать, если их как бы не останавливать, не ставить им противовесов каких-то. — Что ты читаешь? — Что я читаю? Сейчас в основном я читаю людей. Блоги. Ну, как вот то, что люди пишут, это мне больше интереснее, чем литература, потому что литература, по сути, это, ну, все уже было, да, все это просто сейчас в новом виде. И даже люди попростые, они... гораздо больше интереснее истории у них, жизненные. Мне нравится. — Жизнь лучший сценарист. — Ну... это действительно так. — Человек, которого ты изучал, там, вольно или невольно, и который на тебя произвел самое большое впечатление в последнее время? — Вот на чью историю? — Да, на меня Навальный произвел впечатление. Вообще история, соответственно, с Навальным эта вся, которая случилась, вот это для меня, это просто какая-то библейская история прям. — С воскрешением? — Да. — То есть это... вот... как хотите относитесь, но это... такого не бывает. — Вот жизнь лучший сценарист. — Это правда. А если придумать такое, все бы сказали, что фальшак. — Так они и сейчас говорят, что фальшак. — Ты как-то говорил, что Путин — заложник своего страха. — Страха, страха все потерять, конечно. И страха присесть. У него как бы шанс-то какой? Только либо до конца удерживать все, да? Либо просто вот принять, так вот, ну, договориться, там, грубо говоря, с Навальным, там, я не знаю, чтобы ему просто дали гарантии. Прицеп с Хив вернули. И... осудили, а потом помиловали. — Тебе нравится Навальный? — Да. — Чем? — Да всем. — Мне нравится, что он бескомпромиссный, смелый, патриот. Мне нравится, что он через разум все делает, а не через силу. Он за счет разума побеждает, а не за счет того, что на кого-то там подлючит, что-то еще... Но у него не было доступа к настоящей силе. Знаем ли мы, как он будет ей распоряжаться? — Я уверен, что вот так, как этот, не будет. — Угу. — Просто другой человек совершенно. Многие боятся его из-за того, что он радикален в высказываниях. То есть людям твоего темперамента это заходит, а тем, кто... Ты знаешь, Навальный уже... он меняется. Он как бы меняется в лучшую сторону, если это... если обратить внимание. Там в каком-нибудь... в 2008 году он писал там «Гружины» и даже, ну, про конфликт в Грузии, там, и поддерживал нашу... А сейчас он уже совершенно другой. Поэтому если это замечать, тогда и... вместе с ним и пойдешь. Будешь то же самое... Я же тоже... я же тоже раньше бегал и вот тут... Поддерживал эту войну в Грузии, да, такую... Потом приехал в Грузию, поговорил с местными... Думаю, что ж я такой... в что ж я телевизору-то верю? — Угу. А поддерживал? Ну, как бы поддерживал, так, потом... Есть такое... у нас есть такая... знаешь, какая история? Когда мы побеждаем, мы, типа, гордимся сразу, не разбираясь в том, правы мы были или нет. Для нас это... победа — это гордость, а не всегда победа — это гордость. Твоя цитата. В первую очередь не сотрудничать с геббельсовскими каналами вроде РЕН-ТВ, Россия и прочими. Ни в каком виде, даже снимая безобидный сериал, люди реально разжигают войну, в этом участвовать нельзя. Дальше начинается территория твоего личного выбора. Твое человеческое скажет — можно или нет? Мало того, я к этому добавлю, это просто было так... я раньше был радикальный чуть-чуть. Я бы добавил к этому не сотрудничать с телевизором теперь совсем. Чтобы телевизор проиграл интернет как можно быстрее. А-а... То есть ты раньше был радикальный? Я раньше был. Просто нынешнее заявление, ну, более радикальное. Нет, ну, не более радикальное, но просто уточняющее заявление. Там я геббельсовская пропаганда говорил, а сейчас уже даже не геббельсовская пропаганда, а просто телевизор должен умереть. Так, смотри. Телеканал ТНТ предлагает тебе сделать сериал. У них есть платформа. Премьер? Премьер, да. Я для премьера с удовольствием. Яна Троянова снимается в сериале «Ольга». Ну, я надеюсь, скоро это закончится. Яна Троянова перестанет там сниматься. То, что она последний герой ведет, не проблема для тебя? Я понимаю, что вы друг за друга не отвечаете, но не похоже. Ну, нет, я думаю, что... Нет, для меня пока не проблема. Ну, вот сейчас вот... Наступило время, когда стоит подумать о том, чтобы перейти всем нормальным людям в интернет. И найти там себя, свою нишу. Но ты же понимаешь, что и Премьер, и ТНТ делают одни и те же люди. По крайней... Нет, смотри, тут же вопрос. Просто это телек и интернет. Вот и все. Мне ими люди, неважно, кто там делает, и что... Просто интернет должен победить. Так интернет могут делать такие же пропагандисты. Пожалуйста, пусть они его делают. Просто в интернете пропагандисты выглядят смешно. А на телеке им еще верят, потому что телеку вот эти вот старые люди доверяют. Как только все нормальные уйдут, рекламодатели уйдут в интернет, этих пропагандистов никто смотреть не будет. Ты тогда, в 2015 году говорил про гебельскую пропаганду, не сотрудничать и все остальное, но при этом, рекламируя страну ОС, ты пришел на эфир к Гоблину. И знаешь, я пришел туда, я начал говорить что-то, он мне говорит, да давай про это не будем, давай про это не будем, и все. Я не знал, кто он такой. Я думал, он какой-то переводчик... Из видеосалона. Из видеосалона вот это вот, делает какие-то переводы Гоблина, и все. Ему, кстати, страновоз-то понравилось, он такой странный пропагандист какой-то. Я так понимаю, он типа Стрелкова вот из этой вот гвардии, которые не вот эти не воришки, да, а вот такие вот реально... Идейные. Идейные такие вот долбоебики. А я, кстати, ему писал письмо. По поводу того, как он написал... Он что-то сказал про Сенцова, что тот террорист, и я ему писал какое-то письмо в Фейсбуке, я уже сейчас не помню, Гоблину этому, что типа, ты чего там охуел, блять? Ммм, интеллигентный разговор. Ну, это я так сейчас перевел. Просто было по-другому. На интервью у Гоблина ты сказал, что Крым не надо было отжимать. Его просто надо было купить. Янукович бы не отказал. Ты как себе это представляешь? Нет, купить... Я представляю так, что... Не просто там деньги отвалить и... Блять, я там хуйню сказал, вот и все. Что я тут оправдываюсь. Честно и прямо. Один из инвесторов страны ОС — это Алексей Улюкаев. Да. На тот момент министр экономического развития Российской Федерации. А оператор... На тот момент министр экономического развития. Да, на тот момент. Вот, а оператор, соответственно... Да, и один из продюсеров. И один из продюсеров — его сын Дмитрий. Да. Как так получилось? Ну, Дима Софико... Улюкаев и Софико — продюсер. Они ко мне просто пришли и сказали, «Ходим с тобой работать». Я говорю, у меня есть страновоз. Софико — это продюсер? Да, про который ты говорил, что она сумки продавала в какой-то момент, чтобы деньги на фильм найти. И она давно, ну или к тому моменту уже работала с Дмитрием Улюкаевым. Да, да, они работали. Они были пара. А, пара. Угу. Так. Были пара и работали вместе, вот снимали кино вместе. Но деньги они брали в том числе у Алексея Улюкаева. Да, в том числе они брали у него. И часть была Софико находила, и часть у Улюкаева. Смущало ли тебя это? Нет. Ну смотри. Я пришел с ним, познакомился, поговорил. Со старшим? Со старшим, да. Министерство культуры… Ой, Министерство культуры. Министерство экономического развития пришел к нему в гости. По-моему, мне книжки свои подарил. Он поэт. Деньги его заработали, там, когда он экономистом был. Ну, ты думаешь, ну ладно. Смотри, ты говорил, что брать деньги у государства на кино нельзя. Ты не раз это говорил. Это не государственные деньги, бля. Взять деньги у министра экономического развития — это не взять деньги у государства? Нет. Ну, ты представляешь, я беру у него деньги, а потом на нас пишут вот такую типу заявление. То есть это у государства… То есть государство само себя, типа, выпрать решило что-то. Я брал деньги у частного человека. Хотя сейчас я взял деньги у фонда кино на следующий фильм. На Медею? На Медею, да. Потому что вот сейчас я понял, что надо у них брать деньги, чтобы не доставалось… на какие-то пропаганды меньше доставалось. То есть ты переобулся? Я не переобулся, я понял. Бывает такое, что ты чего-то не понимаешь, а потом понял. Это не переобувание. Перебывание — это когда ты испугался и переобулся. А бывает, что ты просто поумнел? Конечно, я поумнел, вот и все. Поэтому я и говорю, я вот этому самому гоблину какую-то хуйню сказал. То есть ты уверен, что он эти деньги заработал не как госслужащий, который тебе давал? Блин, я ревизию не проводил, но я не с ним работал, понимаешь? Ага. То есть я пришел, он на меня посмотрел, типа, давать этому парню и давать. У них какой-то фонд был, на самом деле. Там был фонд. Костин, там еще кто-то. Там, на самом деле, они его разговаривали, давали какие-то небольшие туда деньги на какие-то фильмы, какие-то там издания, по-моему. Но когда мы начали снимать «Сернос», и этот фонд закрылся. И у Рукаева пришлось давать свои деньги. Вот так я, насколько помню. Вы с Дмитрием, его сыном, поддерживаете сейчас отношения? Нет. Ну просто он как-то на меня обиделся, что я его не позвал зомби снимать. Реклама? Реклама, да. Я такой обиделся, обиделся. Как оператора? Да. А у меня просто другая задача была. Я, как бы, операторов беру... У меня нет своего оператора. Я беру, как бы, я вижу фильм и вижу, что этот оператор может сделать вот так, как он хочет. Поэтому они у тебя везде разные? Да, поэтому разные. Как ты отреагировал, когда Рукаева посадили в тюрьму? Охуел. Охуел, но я предполагал, что так закончится, потому что я видел его в этом, когда ты с ними связываешься, что если ты не такой же совсем как отмороженный, как они, то они тебя съедят. А он не такой отмороженный? Нет, он вообще не отмороженный. Как думаешь, зачем они идут тогда туда? Я так понимаю, некоторые хотят сделать что-то хорошее для страны. Потому что, на самом деле, хороший экономист, ему идти работать в Министерство эконом-развития, ему можно работать в каком-нибудь загранице или где-нибудь и получать гораздо больше денег. Типа как Гуреев, экономист. Его с руками заберут везде. Или Алексашенко, допустим. Они найдут, где себя пристроить. Идти в это — это только, наверное, желание сделать что-то хорошее для страны. В этот террариум. Мы в Верхней Салде. Салда, да? Салда, да. Это стадион, главный городской. Что я знаю об этом стадионе? Про тебя есть документальный фильм, который на твоем канале как раз лежит. Там две важные вещи. Это то, что ты весь фильм бухаешь «Балтику-9». Девять или? Ну, семь, по-моему. А, прошу прощения. Семь, семь. «Балтику», вот, куришь. И там много видов города, в том числе этого стадиона. Что здесь происходило на этом стадионе? На этом стадионе детство вообще прошло, честно сказать. Команда «Старт», когда я сюда первый раз пришел посмотреть этот футбол местной команды, я охуел от количества мата, который отсыпался. Вот они играли и просто разговаривали на мать. А до этого ты мата не слышал? Ну, я не думал, что футболисты этим занимаются. Ну, святые люди, которые не какают. Ты же видишь, их же там как бы там никогда не показывают, что там они матерятся. Я потом начал прислушиваться уже там, чемпионат России по футболу идет, я прислушивался и слышать там мать, когда они там… А здесь просто тут поржать приходить можно было. Они играть не умели, а материться умели. Зэки здесь были, зэки, вот два раза, оказывается, были зэки. Я не знаю, в том фильме рассказывал. Один раз у меня брата младшего похитили. Похитили? Да, вот там такой корт хоккейный, и мы там что-то гуляли с ним. И два чувака, я еще был здесь модненький, я всякие всегда делал джинсы там, пришивал что-то. Они меня все оборвали, ну, как бы так нельзя ходить было. А его взяли заложники, рубль, говорят, принеси, и мы его отпустим. Я побежал к матери, просил этот рубль. Сколько вам лет было? Ну, он на пять лет младше, ему, наверное, лет было шесть, мне, наверное, было лет одиннадцать. Я побежал к матери, просил этот рубль, кое-как, она мне не дала нифига. Я там что-то придумывал, зачем нужно. А, сказать, что какие-то упырились, да? Сказать нет, они сказали убьют, если я расскажу. Я в это поверил, и возвращаюсь, и они сидят в кустах. Вот они уже не там, где он был, они сидят в кустах, и я вижу, как они боятся. А чего они боятся? Ну что, я все-таки, наверное, пошел и сдал их. Рубля они не получили, брата я в итоге увидел живого. И я понял в тот момент, что они трусливые эти все люди. Какие люди? Ну, которые вот этим хуйней занимаются, берут людей в заложники там, и вымогают деньги, которые силой, в общем, пытаются действовать. После этого, тут еще один был случай, года через три, или через два. Мне там было тринадцать, может, лет двенадцать. Мы тут пиздились со старшим уже братом, с двумя другими зэками. Его избили сильно хоккейными клюшками. С девушкой тут было массовое катание раньше. Заливали вот весь этот каток. Люди катались сюда, приходили. Сейчас что-то нет. В общем, его отпиздили так, что он весь был изрублен этой вратарскими клюшками. Его руки были. Он пришел, взял топор, я взял свой кастет. У меня был кастет тогда свой. Ему восемнадцать? Ему, видимо, восемнадцать было, да. Тебе тринадцать? Да. Примерно так. Я сейчас могу... Тринадцать лет и кастет? Ну да, я себе такой отлил кастетик. Тут нет никакого творческого вымысла. Тринадцать лет и кастет? И вот прямо на входе тут было много народу. Так это вечер был. Мы устроили такой бой с этими зэками. Я охуел просто. Прям реально топор, кастет, кровища. Они от нас побежали. Мы их догоняли там. Через этот весь поселок они от нас бежали. Бежали за нами люди отсюда смотреть, что там происходит. Их было двое? Их было двое, да. Ты везде говоришь, что главный кинопинок в твоей жизни это фильм «Иди и смотри». Я правильно понимаю, что он во многом революционный, даже с точки зрения того, как сделано кино? Да, конечно. Это первое кино, которое не похоже на советское кино. Советское кино, которое не похоже на советское кино для меня. Мне нравится, как снято. Мне нравится, какая там мысль. Мне нравится, какое ты выносишь после него ощущение, что я даже в войну играть перехотел. Думать про это, что война – это круто и хорошо. Войны не должно быть. Вот что я понял. Его, кстати, смотрел, показывал в съемочной группе этот сам Спилвер, когда они снимали Шиндера. Ого! То есть это был эталонный фильм про войну. И они хотели сделать еще лучше. Ты понимаешь, «Страна Оз» многим показалась слишком угорелым фильмом. То есть там слишком было много перебора. Для меня перебор был ровно один. Сцена, где этот эротоман… На собачку кончил. Кончил? На собачку. Мне весело было. Блин, ну это разве не то? Нет, то, что он дрочил при Трояновой, что такие чуваки есть – это сто процентов. То есть там как бы вера всему, но зачем? Почему он не мог кончить там на Оливье, на Селедку Паши? Он случайно, он случайно. Он не специально. А вы, когда с горки ледяной спускали собаку, это сколько дублей было? Да нет, немного, я думаю. Выглядело тоже немножко живодерски, нет? Да нет, не больно. Не больно? Нет. Это же катится просто что-то. Ну да, это, говорит, человек, который, собственно, поклонник Элема Климова, вот, поэтому об этом утешу. Я, кстати, не издеваюсь над животными. Корову они застрелили, ты знаешь, эта корова с бойней была, ее бы так и так убили бы. По сути, то есть она просто снялась перед своей смертью еще в кино и порадовала некоторых маньяков, я так понимаю. Можно ли так делать? Нет. Нельзя. На твое восприятие фильма это не влияет? Там совершенно другие вещи есть, которые влияют. Никакой коровой ты не перебьешь, что там есть. У Тарковского, если я еще там вижу, что, типа, можно было обойтись. Не поджигать там это все. Здесь это прям, это даже не сильнее того, что все другое. Потому что там другое страшнее. Твой брат сейчас на зоне? Ну, мой брат нет. Уже вышел. А сколько он сидел? Ну, он сидел несколько раз. Раз шесть, может быть. Шесть раз? Да. Разные причины там будет. Начиная с убийства вначале. Ох. Ну, зато убийство, я как бы был на его стороне всегда. И до сих пор на его стороне, потому что там случилась вообще страшная история. Чувак изнасиловал, которого он убил, изнасиловал его друга Безрукова. Друга? Да, друга Рустама. Рустам, ему отожгло в электробудке обе руки. И он так ходил, у него только плечи оставались. И вот они так дружили. Он приходил к нам домой, мы его там что-то с ложечки кормили. Потом к какому-то мужичку попали, они попали в гости. И тот как-то над ним надругался, что Юра, брат, пришел, его избил, и тот умер. Когда это было? Ну, Юре тогда еще не было 14 лет даже. Не было 14-ти? Или 16-ти не было. В общем, ему дали 8 лет. И он все 8 лет отсидел? По-моему, да. Потом его перевели на взрослую зону. Ну, собственно, понимаешь, что у нас зона такая. Это же неисправительное учреждение никакое. И не янь, да, менты. Они, если бы не было ментов, не было бы и зон таких. Потому что это как бы два противоборствующих просто государства. Между собой борются. Там никого не исправляют. Там... Пока если ты сам не решишь, что больше туда не хочу... Во-первых, их никак не социализирует, когда они возвращаются. Они приходят, и они вообще не знают, что тут делать. Элементарно там мир меняется в таких темпах, так что... А там у них запрещены все эти компьютеры. Все запрещено, по сути. Они приходят, и не знают, что тут делать. Их не образовывают там ничего. Вы не общаетесь? Мы общаемся. Он сейчас, кстати, писать начал. Вот он последний раз сидел, и там начал писать пьесы. То есть, у него две пьесы он написал. Я помню, мать ко мне приезжала в Москву. Я ее посылал за компьютер. Она научила ее набрать. Она набрала ему эти тексты. И у него сейчас есть две пьесы. Одну даже экранизируют сейчас какие-то люди. И он мне присылал недавно кусочек. Чем твой старший брат занимается? Старший брат работает на Уралвагонзаводе. В Нижнем Тагиле он живет. Насколько у вас близкие отношения? Вообще не близкие. Ни с тем, ни с другим? Мы общаемся, но очень мало. Сферы интересов разные. Тебе этого не хватает? Братьев? Да. Да нет, нормально. У меня вообще другая жизнь. Они меня уже не поймут. Я их особо уже не поймал. Вот это важное место какое-то? Вон там впереди. Да. Там место называется Кландайк у нас. Когда в советские времена закапывали отходы титановые. Так. Обрезки всякие. Ну, в советские времена. Ну, просто утилизировали под землю. Под землю, да. И потом, когда спрос на это появился, начали это принимать. Там стоило каких-то больших денег. Сюда весь город приходил и копал. Это 90-е уже? 90-е, да. И примерно баксов сто каждый день можно было нарыть. Сто баксов за день? Да. Гигантские бабки. Иногда найдешь болванку. Бывало там 300 килограмм весит. И ты миллионер тут же становился такой. Время. И люди стали, знаешь, колоться. Такая фигня началась просто. Колодцы? Да. Заехали наркотики сразу. Появились деньги, заехали наркотики. Наркоты, ВИЧа было достаточно, да. Просто я не участвовал. Я по алкашке. Ага. Я любил одежду какую-то на эти деньги поехать себе купить. Модную? Модную, да. На эти, это на какие? Которые на рынок. Но я особо-то не рыл. Я нарою, схожу в ресторан. И поеду на рынок там, в Ежетагилу, что-нибудь куплю из одежды. И мне много денег не надо никогда было. А что, а знакомые торчали? Торчали. Ты по вене давал хоть раз? Нет. Слушай, такая алкашка же, это же такая же наркота. Да. Я считаю даже, что это где-то и хуже. Почему? Ну, не героина, конечно. Но каких-то легких наркотиков, на мой взгляд, хуже алкашка. Опаснее. Для общества. У нас все преступления бухие совершаются практически. Особенно убийства. На кого ты учился в педагоге? Химик-биолог. Для того, чтобы преподавать химию и биологию в школе? Я не понял, зачем я там учился, но я просто вышел как-то здесь на вокзале и спросил, у вас какой институт есть? И мне сказали, есть ПЕД. Я говорю, ну пойду в ПЕД. У тебя большое количество претензий к русской школе? Какие? Или к школе вообще? К школе вообще? Не только к русской. Я думаю, в любой школе унижают людей. Там личность ни во что не ставит. Стадо. Тебя в стадо превращают. Особенно это советская школа. Я помню, меня же не брали в пионеры из-за того, что перед вручением в пионеры мы с моим одноклассником выбросили все стулья из актового зала в окно. Только из-за того, чтобы нас не взяли в пионеры. А, это типа вы так протестовали? Да, протест такой был. А почему ты не хотел в пионеры? Блять, я и в Гитлер и Юрген бы не захотел, допустим. Ну, слушай. Нет, я же понимаю, что это такое. Не хотелось мне ходить вот вместе. Меня потом все равно взяли в итоге. Насильно. Был у меня галстук. Школа. Есть шанс как-то это поменять? Я думаю, это вообще как-то эволюционным путем все произойдет. Поэтому это изменится. Дома у компьютера будут учиться? Вполне возможно. Я бы сейчас учился у компьютера лучше. А социализация? Социализация? Вот эта репетиция жизни, джунгли, слабые, сильные, богатые, бедные, умные, глупые. Слабые и сильные должно сейчас работать, как думаешь? Ну, это есть в жизни. Малыш, я бы не хотел, чтобы мир делился на слабых и сильных. Но он так делится. Я не думаю сейчас, что это делится. Сейчас больше умные и глупые делится мир. Новая эра, эра Водолея. Скоро придется, знаешь, умных ограничивать придется, чтобы они не давлели так сильно над другим. Когда Джек Трампа в Твиттере заблокировал, он явно умнее Трампа, потому что Трамп не сделал Твиттер, а Джек сделал Твиттер. И Джек теперь имеет право Трампа блокировать, а Трамп ничего не может с ним сделать. Ты считаешь неправильно, что его заблокировали? Я считаю, что нет. Это даже не цензура, это ты как бы говоришь, что я могу, а ты не можешь. Но ты же банишь при этом людей, которые тебе пишут. Я-то баню людей не из-за того, что я могу, а не могу. Они меня тоже имеют право забанить. То есть там, где у человека есть власть, то за подлощину он ее показывает? Да. То есть если какой-нибудь Джек обидится, я его жену там трахну, допустим. Ну, грубо говоря, или там кто-то другой. Он меня забанит в этом Твиттере. Что-то нормально, что ли? Я думаю, нет. Он меня может забанить на своей страничке. Это норм? Это норм. А во всем Твиттере? Во всем Твиттере нет. Твиттер не ему принадлежит, как бы по сути. По факту ему? Он состоит из людей. Ага. Он как бы пользуется человеческим капиталом. Твиттер — это люди, а не площадка. И Трамп, я думаю, он много сделал для этого Твиттера, чтобы туда пришли какие-то другие, новые люди. И умных думаешь, надо бы это ограничивать? А то почувствовать себя... Такое восстание ботанов произойдет. Ну, а как вот эти все злодеи-то, которые в фильмах сейчас? Это же все умники такие, которые решили мир наказать за что-то. Это будет такой новый шовинизм, мне кажется. Глупых будут угнетать, менее образованных? Их будут вторым сортом считать. Главным редактором здесь 11 лет работал Коляда. Да, мой учитель. Твой учитель. Правильно ли считать, что он научил тебя быть драматургом? Ну, в какой-то мере, да. А в какой? Что значит учитель драматургом? Я, честно сказать, я, когда к нему поступил, я вообще не знал, кто такой драматург. Я прочитал до этого, и у меня была дома книжка «Вещневый сад», я помню. И я ее открывал, хрень какая-то, какие-то люди говорят, это как... Меню какое-то. Отступы странные. Меню какое-то, да. Я такой думаю, как это читать вообще? И реально, я поступил, и мне пришлось писать пьесы. Я думал, я прозу иду писать вообще. Потому что это... Называлось так, что это преподавание ведется по программе Литературного института Горького. Я подумал, что это типа Литературный институт, я в Литературе поступаю, а в итоге я поступил, и мне пришлось писать пьесы. И мне понравилось. Потом бы мне пришлось уже переучиваться. Прозайка обратно самому. Ты сначала учился в пединституте на химико-биолога, потом ты понял, что это не твое. Я как раз шел… Вот Юра Колясов, мой однокурсник, он повесил там объявление в педагогическом институте, что набирается в театральной. И я шел, увидел объявление в педагогическом. И, собственно, по пути от этого объявления я забрал документы и уехал сюда, поступил. — В ЕГАП? — Да. — И поступил? — Да. С Коляду я его забанил. В Фейсбуке мне надоело, что он как бы пытается быть отцом, когда уже человек выпустился от него. И он пытается следить, что ты там пишешь, какие-то советы давать. — Ну, он же, может, от души? — Ну, от души, от души. Но не всегда от души тоже… Ты знаешь, иногда простота хуже воровства. Когда от души делают, тебе это не надо. Надо спрашивать. Ты хочешь моего совета? — То есть люди из страны советов тебе не нравятся? — Нет. Пока я не спросил, зачем мне совет. А я спрашиваю совет. Я периодически баню даже близких людей, потому что люди, когда начинают лезть в свою личную жизнь, и ты такой думаешь, ах, скуяли, загуляли. Я баню, а потом через месяц разбаниваю. Люди уже после этого этого не делают. — Что, даже маму-то можно? — Да. Спокойно. Почему нет? — В WhatsApp? — Да. А почему? Она что, особый человек, что ли? Она такой же человек, как все, и поэтому… — Ты знаешь, у меня нет такого, как бы, кровь и любовь — это не рифм. — Ну, а безусловная любовь? Маленького ребенка к маме? — Ну, маленького ребенка — понятно, да, к маме. А когда тебе там 44 года, ты маму любишь, но ты ее не боготворишь как-то. Ты боготворишь других людей, которые, там, женщину свою больше, или своих детей. Почему ты должен сидеть маму эту, упереться рогами и любить ее до конца жизни, вот этой вот любовью своей самой большой. — Ты называешь себя быдлом? — Ну, есть и есть такое, да. — А за кадром ты сказал фразу «Ты думаешь, быдлом быть легко?» Что ты имел в виду? — Ну, потому что, блядь, ты постоянно что-то не то делаешь. Обижаешь людей, бывает. На самом деле, я потихоньку меняюсь. — Что такое быдло? — Быдло — человек, который, как бы, иногда не уважает чужие границы. Ну, то есть, если там кто-то там снял какой-нибудь Юра Быков «Плохое кино», а я ему говорю это такой… И не пытаюсь понять, почему он это сделал. — А, ты же жестко отрецензировал и «Дурака», и «Майора». Тебе не понравились эти фильмы? — Я не смотрел. Я через 15 минут и ушел. — Из «Дурака» и с «Майора»? — С «Дурака» я, по-моему, вообще не ходил. — Но при этом ты его вполне себе жестко… — Я не рецензировал, я высказал то, что я поначалу понял. Я понял это еще… Ну, то есть, для меня это, как бы, не мое кино, вот и все. Теперь я могу сказать, что это не мое кино, поэтому… Я не знаю, хорошее оно или плохое. Для меня — нет. — Чем тебе не понравилось? — Оно для меня простое, лобовое. — Подожди, а как можно об этом говорить, если ты не смотрел? — Ну, то есть, я смотрел вот кусок «Майора», когда я встал и говорю, «Так уже нельзя». Я пошел. — Это в лоб? — Это в лоб, да. — Ты говорил, что это настолько в лоб, что на руку сегодняшней власти? — Такими мазками широкими невозможно что-то рассказывать, чтобы это фиксировалось, потому что это будет как ярлаш. В подсознании это не фиксируется. — Лучше, если тоньше? — Конечно. Ну, для меня. Я говорю про себя. Я не говорю… На самом деле, если какое-то кино дает людям что-то, пожалуйста, просто только за то, чтобы люди имели вкус еще, помимо всего. Помимо каких-то убеждений еще нужен вкус. — Так вот, ты быдло, потому что ты резко высказался об этом, да? — Ну, наверное, да. — А если бы был не быдлом, то ты бы как-нибудь был? — Я достаточно интеллигентный в каких-то вещах бываю, но часто, часто говорю, да. Не то, что люди хотят услышать. Потому что я вижу, допустим, Боря Хлебников, да, вот как он… Ему не нравится кино. Мы, кстати, на майоре с ним сидели, я говорю, я пошел. Он сказал, а я не могу уйти, потому что там мой коллега, типа, снял кино. Вот так. Нас это отличает. — Ты говорил, что у тебя все фильмы основаны на боли. Про «Волчок» и про «Жить» нет никаких вопросов, где там боль. А «Странаос»? — Значит, уже не все фильмы на боли. Я же меняюсь. Некоторые на юморе. На самом деле, я понял, что в какой-то момент для меня «Странаос» — это переломный момент был такой, когда я сам себя, я понял, что я не хочу больше снимать трагедии, я хочу сделать какую-то веселую историю, но не забывая то. Тот свой бэкграунд, да. Я как бы выходил из этого вот, из хтони через «Странаос». То есть, правда, вот у меня «Мидея», но я буду делать фильм ужасов. Это фильм ужасов, это как бы… это все равно жанр. Про трагедию все же поговорим. Фильм «Жить» — сильнейшая работа. Я очень волновался и откладывал, чтобы ее смотреть, поскольку я был наслышал над друзей, насколько это тяжело. Оказалось, действительно тяжело, но при этом необходимо, чтобы посмотреть. Это правда, что этот фильм появился в твоей голове, после того, как ты во дворе увидел два детских гроба? Не во дворе, я увидел во дворе… Я зашел туда, в эту квартиру, где они стояли там на столах, эти два детских гроба. Там я увидел черную толпу такую перед белым домом, такой белый… из мрамора белый дом у нас там был. И я зашел… В верхней сладе. Я туда зашел просто… Ну, как там из квартир раньше… В провинции хоронят, не… И увидел два гроба, и охерел, и просто подумал, как матери этой дальше жить после такой потери. Оказывается, можно все пережить. Ты видел ее после? Я узнал, что… Понял, что она потом родила еще детей. То есть, значит, она справилась. И мы справимся. Это очень тяжело смотреть, сердце просто разрывается. А как это снимать, и как в этом сниматься? Снимать это тоже так же было тяжело. Мы… Я тебе… Это просто капец, как тяжело такое снимать. Ты все проживаешь по-настоящему буквально. Как будто там присутствуешь. У нас гримеры теряли сознание на съемках, когда вот убивали Антона, сцена, и там Троянова развивала стекло, она вся порезалась по-настоящему, ее настоящее кровище. И мы там что-то снимали, и люди падали в обморок. Натурально. Девочки-близняшки. Они же близняшки. Да. Как ты им объяснял, что они будут играть? Я им не объяснял. Я этих девочек с Волчка знаю. Они очень хорошие. Меня… Все понимают. С Волчка они были в касте? Они были там в одной из сцен, когда этого как раз мальчика утопленько хоронят. Они его… Они тоже плачут на кладбище. Блин. То есть эти девочки снялись у тебя в 2009 году вот в эпизодической роли на кладбище, а потом они туда приехали уже как актрисы, играющие трупов. Да. Так. Кто родители этих детей? Ну, обычные родители. Я даже не знаю, каким они работают. Но не актрисы, не… У тебя не было с ними разговора? С родителями? Нет. Мы общались. Нормально все. Там же они не играли трупов. Это муляжи. Вот. В автобусе. Сцена в автобусе, когда просто хочется орать на… Но везде это муляжи. Это муляжи? Конечно. Ну, просто… Это у меня было… Выглядит, как живые. У меня было условие такое, что я не буду девочек класть в гроб, и мне нужно доделать муляжи, это стоило дорого. Но мы все равно сделали. 400 тысяч. Ну, 800 тысяч… А, обделать всего сколько по времени? Месяц-два? Ну, нет. Ну, это… Петя Горшинин, во-первых, делал. Петя Горшинин – лучший у нас в стране. В этом самом. Он делал еще грим. Потом Антону этому, который избитый приходит. Не, это окей. Мне отлегло. Потому что это так натурально выглядело. Нет, нет. Я думал, что Сигарев положил детей в гроб. Я бабушку-то когда клал волчки в гроб, я ей бутылку водки клал под подушку. Это такая… Есть у них типа… Как она называется? Примета. Примета, да. Что потом нужно выпить эту бутылку, и тогда ничего не будет. У актеров? Да, вот. У актеров такая примета. Если ложись в гроб, нужно под подушку положить бутылку водки, потом ее выпить. Вот. И ничего не случится. У нас случилось. Бабушка ушла в запой. Поэтому лучше бы я ее не клал, эту бутылку водки. Мы нанесли больше ущерба этой бутылкой водки, чем бабушке, чем без нее было. Сцена с паром на кладбище. Это я увидел у моего племянника. Когда хоронили моего племянника, я увидел, что у него, когда его вынесли из квартиры на улицу, у него пошел пар изо рта. Я охуел так, что не мог поверить. Потом уже я как бы понял, из-за чего это происходит. Ну, я смотрел, так стоял на людей и думаю, они-то это видят. Или у меня глюки какие-то. Потом я спросил, мне рассказали, что такое бывает, там тепло выходит. А племянник молодым был? Семь лет. Он угорел в доме, там четыре человека угорело от угарного газа. Это родной племянник? Да, брата старшего Олега, сын. А когда это случилось? В начале 2000-х. А пожар из-за чего случился? Это не пожар был, это закрыли заслонку в печке, не вовремя. То есть, если закрыть заслонку, когда еще не все прогорело, то угарный газ начинает идти в частный дом. Ага. Русская печь. Там такая заслонка есть, которая теплу не позволяет выходить, когда на ночь ее закрывают, когда все прогорелось. Закрываешь заслонку и все, и тепло остается. Если закрыть не вовремя, угарный газ пойдет в помещение, и он без запаха, и ты его не почувствуешь просто. Он связывается с гемоглобином так же, как кислород, только необратимо. А кто тогда погиб? Ну, там куча, я их не знал, этих людей, они там просто ночевали в одном доме все. Их там было там, вот он был один из детей, кто погиб. А его мать, она выползла и выжила. Единственное. Как брат это пережил? Ну, ты знаешь, как-то пережил. Пережил. Из последних, что вот мне вообще зашло сильно, это 1917. Тэм Мендес, да. Он театральный режиссер, и театральную премию мы с ним получали. В 2002 году? Вроде, вроде да. Так, а он тогда был тоже за театральные заслуги? Он был, да, театральный тогда что-то там. А сейчас на вас был? А сейчас он начал снимать кино, уже много же он снял. И тебе зашел 1917? Да, 1917 для меня это прям вот что-то новое, что я увидел. Хотя наверняка уже так делали, но вот там какая-то была работа со временем. Я охуел, потому что ты смотришь, у тебя типа два часа идет фильм, а там проходят сутки. И ты не замечаешь, как ты как бы в реальном времени с ними находишься. Это как сказка такая. Они идут такие вдвоем, и ты такой с ними идешь. А снято один? Нет, конечно, нет. Они делают вид, что одним. Там есть, сколько там, 36 склеек незаметных якобы. И одна такая официальная склейка, когда он теряет сознание. – В конце написано, что фильм «Жить» посвящен Коле. – Угу. – Речь про сына Троянова. – Да. – Он покончил с собой когда вы снимали или до? – После. – После съемок? – После съемок. – Но до выхода? – До выхода, да. – Как ты об этом узнал? – Я узнал, Троянова уехала в гости. Я забыл свой телефон. Первый раз в жизни. Он позвонил, я как бы, ну не беру, он звонит второй раз. Я посмотрю, какой-то местный номер. Я думаю, ну возможно, чтобы вдруг что-то случилось. Он взял и говорит, у вас там есть дом? Ну, есть. А я все понял сразу, собственно. Я заорал, мать еще моя была у меня в гостях. Я заорал, бегал там по квартире. И потом я же понял, что мне сейчас сообщать Троянову. И вот, собственно, мы поехали туда с матерями. Троянова не знала. – С ее мамой и с твоей мамой? – Да. Поехали туда, как бы все его сняли, забрали, увезли. И мы поехали ей сообщать. Она была в гостях у Нади как раз, жена Уралка. Она была в гостях у Троянова, и я набрал дверь. Матерям сказал не идти, потому что если она… Там такой еще подъезд, где есть пролет. Ну, старые дома вот эти, так сказать, сталинки. Ну, пролет между лестницей с пятого до первого. А это, наверное, на пятом этаже квартира была. Я поднимаюсь, и она увидела, что матери тоже поднимаются. Троянова вышла на лестничную площадку и увидела, что там матери идут. Я просто в последний момент бросился и затащил в квартиру, и повалил на пол. Она тоже сразу все поняла. – А ты боялся, что она прыгнет? Насколько вы близки с ним были? – Ну, не очень. Не очень, но как раз мы так набирали, как раз вот обороты сближались. Я к нему в дом приезжал, помогал все делать. Мы как раз вот поехали… Когда ехали мы со съемок, мы поехали к нему сразу же, даже не заезжая все в квартиру, прямо с аэропорта приехали к нему. Там заехали в Ашан, набрали жратвы, ну, на Новый год получается. И Новый год там позвали матерей и справляли там у него в доме Новый год. Потом как-то там он пошел уже с друзьями что-то так. И так я понял, что… И мы уехали, собственно. – Как я на это переживала? И как ты в этом участвовал? – Ну, как ты поучаствуешь? Ты просто рядом и все, что ты можешь… Потому что фильм «Жить» она посмотрела, когда я его смонтировал после. Я думаю, чуть-чуть ей помогло. Потом она уехала в Перу на Айваску и там, собственно, видимо, отпустила. Но это прошло уже много лет. – А стало легче, когда посмотрела? – Я думаю, да, стало легче, да. Это я помню даже, как она говорила. Но это тоже… Пока ты не разберешься до конца, у тебя не будет. У тебя будет временное облегчение от любого лекарства. Надо все как бы вылечивать. – Вот скажи, как тебе живется в Москве после того, как ты жил в месте, где столько классного белого снега и вот такое солнце? – У нас же ничего этого нет в Москве. – Да только это и есть. – Что? – Снег и солнце. – Жаль экспортировать снег. – Ну, ты смотри, вот посмотри на это. Профнастилом, блядь, сделали. Это пиздец. Я не могу, когда меня окружает вот такая архитектура. – Ну, вот это классная архитектура. – Ну, это и архитектура. Три дома-то тут таких, блядь. Вот я и жил в этом центральном поселке. Это же вот здесь я жил. И здесь мне нравилось всегда. А дальше хрущевки эти и будущие. – Как думаешь, когда-нибудь снег для чего-то нужно будет экспортировать? – Дефицит воды, когда будет. – А прикинь, через 50 лет вот такие места, как Урал, как все наши холодные эти станут очагами жизни? – Ну, не через 50? – 150? – Ну, наверное, да. Ну, через 50 еще будет почти все так же. – По следам. Мы в твоей квартире. Это центр Москвы. И здесь клево. Как давно ты здесь живешь? – Полгода. – Полгода? – С первого сентября, наверное, вот так. – Ты купил эту квартиру? – Да, купил. – Слушай, это большие деньги. – Ну, на самом деле, не очень большие деньги, но... 18 500. – Ну, и ремонт еще вообще. – И ремонт еще, да, плюс 6. – А ты человек, который занимается авторским кином? – Я еще же сценарий пишу. – Так. – Серики. Я два серика написал, собственно, вот и... – Как сценарист? – Да, вот и поэтому купил. – Улучшил жилищные условия? – Да. – У меня в Геренбурге была квартира, я ее продал. – А эти сериалы вышли уже? – Нет. – Они готовы? – Сейчас один снимает Троянова. – Как режиссер? – Как режиссер. – Зомби-апокалипсис для Зиларта. – Бюджет, правда, 30 миллионов рублей? – Да, даже чуть больше. – Охренеть. – Ну, ты представь, там, 10 съемочных дней, у тебя огромная съемочная группа «Грим», который вот такой вот делает горшень. Объекты какие-то там, Москва-река, вот это все, везде там какие-то машины. А «Рошен Арм» — это там все, это все в кадре. Потому что это еще дешево, на самом деле. Я видел гораздо ролики меньшего размера и с меньшим, как бы, масштабом, и стоят они подороже. – Почему они обратились к тебе? Режиссер авторского кино? – Ты же просто Андрею Молчанову, который генеральный директор Зиларта, да, это ЛСР. – Ему просто очень понравилась «Страновоз». – А, он угорел. – Он угорел, и он решил, что я сделаю, именно я сделаю, исправлю вот этот ролик, который Басков ему сделал. – Первый ролик? – Первый ролик. – Который как будто в Сараево сняли в 1984 году. – Вот-вот, вот этот первый ролик, он меня позвал, можно что-нибудь сделать, чтобы про это забыли. – Зилард был доволен? – Да. Мы просто решили ничего не раскручивать, положить и вот так вот дать старт, ну, там, я бы объявил, и они… чтобы больше денег-то не тратить. И сейчас 5 миллионов просмотров есть. – У тебя хороший был гонорар? – Там, да. – Самый большой, который ты получал? – Нет. – Ты получал больше? – Да, получал больше, да. Я больше был… как бы… я за режиссуру очень мало получаю обычно. – Сколько стоит работа режиссера в авторском кино? Один фильм? – Или какие времена были разные, если вот… – Ну, финальные. – Вот сейчас я, типа, буду получать 3,5 миллиона за АМД. – За фильм? – Да. – За астрономос? – За астрономос? Не помню сейчас, честно. – Сколько тебе сценарий приносит? – Сценарий мне приносит? Я сценарий… у меня стоит… часовая серия миллион, получасовая — пятьсот. Ну, и плюс восемь процентов на ИП. И налоги, чтобы… О, есть Троянова. – Это… Это Троянова? – Да, мы читку делали какую-то, Иленкова читали повести, она тут читала, да. Он, Егор Калетов есть. – Нравится тебе? – Конечно. – За что? За поэзию? – За… за себя. За то, что он такой какой-то, которого больше нет. – Ты был фанатом Стивена Кинга? – Я и сейчас к нему тепло отношусь. – Назови три лучших его произведения. – «Хладбище домашних животных». Потом такой есть у него рассказ про звонок самому себе. Не помню сейчас, как называется. Мужик позвонил самому себе из… как бы из будущего. Или из прошлого. И он как бы предупреждал, что ты умрешь. – Так. – Потом… Ну, наверное, «Сияние», знаешь почему? Потому что, как бы, «Сияние» – одно из первых было, которое я прочитал. И вот меня атмосфера это прям поглотила так. – Ты же пластилин сначала хотел назвать… – Точно, погоди, я же забыл. Падение невинности еще. – Тело. – Тело. – Тело, да. Тело, точно. – Ты же хотел пластилин назвать… – Падение невинности. И я прям решил себе такое же название взять. И я подумал, что это же не настоящий, как бы, перевод. Ну, это… ну, нас переводят же по-разному. По-разному все переводят. И поэтому, почему это не быть плагиатом? Мне так понравилось название, но… Коляда придумал пластилин. Коляда мой учитель. – И ты не стал спорить? – Я не стал спорить. Мне понравилось. – С пластилином тебя ждал большой успех. И в том числе случилась премия 2002 года. Престижная премия… – Иминг-стандарт. – У тебя дверь под британский флаг. Ты любишь Англию или… – Я, честно сказать, в Англии, я побывал… Первый раз в жизни за границей, это был Лондон. Я так офигел, что… – На премию? – Не на премию, это были еще какие-то там постановки. После этого премия случилась. В 2000 году я побывал за границей первый раз. Мы сколько делегаций приезжали, драматургов туда, на читки. Мою читку делал Алан Рикман, актер. Вот он… В «Крепком орешке» он играет главного злодея. Он, как режиссер, составил мою читку и… И вот… Он как раз сделал пластилин читку, потом этот пластилин сделали там спектакль в фильме «Театре Royal Court». Через несколько лет они появились, через год они поставили спектакль. Я опять приезжал. Я туда приезжал много раз. И потом они берут людей… Ну, драматургов они берут всегда на репетиции, чтобы я мог им разъяснять что-то. И я там жил какое-то время постоянно. И мне постоянно понравилось. Просто я заходил, чтоб наша такая же стала. – А дверь это как просто напоминает? – Это нет, это… Да, такое… Дань благодарности. Потому что часть денег на квартиру — это премия «Evening Standard». Собственно, там 50 тысяч фунтов было премия. – А ты на них купил квартиру в Якате? – В Екатеринбурге. Потом я ее продал. И вот здесь, когда покупал, эти деньги туда вошли. – О, прикольная преемственность. – Да. Когда мы исследовали Екат, мы вспомнили, как здесь снимали летом Миша Козырева. И ты сказал, что ты и с ним поругался. – Знаешь, скорее всего, он со мной поругался. Я какой-то по поводу… Увидел… Я сидел, писал повести, потом выскочил, наконец, наружу. И увидел, как там неграм целуют ботинки в Америке. Я написал, что это за хуйня. Что происходит. И там мне решили все вставить пиздюлей в итоге. Ну, конечно, пиздюлей мне вставить не получилось. И я просто сказал, идите на хуй. С этими пиздюлями объяснить их, по крайней мере, что там происходит. – Black Lives Matter тебе не близко? – Я так и не понял, что это такое. А ты знаешь? – Ну, это что-то вроде позитивной дискриминации. Когда людям с темным цветом кожи тяжело жилось на протяжении многих десятилетий, а сейчас для того, чтобы уравнять их в правах, белое население штатов идет на какие-то уступки. И на какие-то странные для нас поступки. – Ты знаешь, что человечество вышло из Африки все? Человечество вышло из Африки, кто-то пошел, блядь, в Европу, кто-то пошел вот так вот и дошел до Южной Америки в итоге. А в Европе люди посидели, поплыли в Южную Америку, вырезали всех там и заселили. И им пришлось гораздо хуже, чем те, кто сидел в Африке. Они выживали, они пришли на этот север, они там… Они как бы развивались. И поэтому эта эволюция как бы невозможна… Я тебе объясню, не надо сейчас… Это как бы эволюционный процесс, это все… Мы все одной крови, понимаешь? У нас у всех одинаковые гены. И у негров, и у белых, и у китайцев. Мы все как бы из одной пробирки, по сути. И различать нас, вот по этому цвету, это бессмысленно. Нас можно различать только, кто что делал. Кто-то пошел работать, а кто-то сидел дома. Понимаешь? Кто-то заработал себе деньги, а кто-то не заработал. Вот и все. Только про… Я не понимаю, почему европейцам сложнее. Они вырезали коренное население, а потом еще корабли в Африку за рабами отправляли. Им сложнее было изначально. Они прошли огромный путь, чтобы в итоге всех подтянуть до одного уровня. Все человечество. Они вытянули все человечество. Они не стали сидеть на месте. Назвал. Но прогресс и там тут те ништяки, которые европейская цивилизация дает миру, они оправдывают корабли с рабами? Это ничего не оправдывает. Это процесс эволюционный. Он иногда… Ты знаешь, были врачи, которые, знаешь, хуйней занимались и лечили, грубо говоря, этим горячим железом геморрой. Это тоже как бы процесс эволюции. Они не знали, как делать, как правильно. Они считали, что так правильно. Сейчас же так никто не считает, понимаешь? Мы все эволюционировали, и мы уже больше не считаем. Поэтому биться сейчас за это бессмысленно. Мы сейчас должны объединяться, наоборот. Они друг друга сейчас говорят, мы были рабами. Ну, были и были. Был такой этап в нашей эволюции. Что теперь из-за этого, блять, сраться? Надо всех простить и жить дальше. Теперь уже, блять, космос покорять, я не знаю. Вместе. Мы все одинаковые. Нету никакой разницы. Когда вы с Трояновой рассказывали про волчок, вы произнесли, я не помню, ты или она, фразу «наше отвратительное родительство». Это было еще до того, как случилась трагедия с ее сыном. Какой ты отец? Такой же, как и Троянова сказал. Отвратительный. Сколько лет твоей дочери? 21. Сколько лет вы прожили вместе? Как давно? Года два. То есть вы быстро разошлись с его мамой? Поэтому... Отец отвратительный не научился. Ну, может, мне это и не нужно. Я не знаю. Я пока не понял. Мне еще это впереди. Предстоит понять. В каких вы отношениях? В нормальных. А на... вы общаетесь, пересекаетесь? Да, чуть-чуть редко. Она звонит за советом? Нет. Приглашает потусоваться? Нет, я приглашаю. Обычно. Приглашаешь потусоваться? Конечно. Приезжает? Да. Она сейчас живет в Твери? В Твери? Ну, она сейчас в Екатеринбурге. У матери была. Как раз, пока мы там были. И вот сейчас она приедет ко мне в конце января. С ее мамой вы познакомились, когда ты совсем молодым был? Да, в этом учился. В педоинституте я с ней познакомился. Это студенческий брак? Студенческий, да. Нет, там, на самом деле, знаешь как? Мы ходили с ними, у меня был, и сейчас есть друг Рома, тогда мы с ним просто были такие, не разлей вода, бухарики. И вот ее мама, ну, как Катя ее мама, и ее подружка Катя. И вот мы бухали вместе, там, знаешь, какие-то в лес уходили, патроны в костер бросали, там, нам было весело. И в какой-то момент они приезжают ко мне домой туда, вот эти девочки наши. И говорят, вот, что-то там отец будет ругаться, что я там не ночевала многое уже. Я говорю, я как честный поехал, поедем, я женюсь. И поехал, женился, в общем. И как только случилась свадьба, после свадьбы она сказала, а все. Я больше тебе не друг. Ну так, она всем своим видом, да. У вас были отношения... И поэтому-то я и не стал жить, потому что я так не... Мне нужен боевой партнер... боевой, этот, соратник. А у вас были отношения до свадьбы? Или вы просто дружили? Ну, в какие отношения ты имеешь в виду? Ну, у вас был роман или нет? Или это просто общая компания была, где вы были друзьями? Нет, ну какая-то у нас что-то там такое... Было чуть-чуть, да. Я так и не понял. По глупости, по молодости. Я тебе больше не друг. Ну, это... это не то, что она сказала так. Она просто... она начала жить по-другому, что она уже больше... Ну, как бы, понимаешь, женщина после свадьбы это полностью на 180 градусов она развернулась. Я охуел тогда. Прям это такой... Вот только что вчера вместе там патроны в костер бросали, спирт пили из банки. А сейчас это все, уже ничего нельзя. И ты типа все, давай семью строй. Заманили, короче, меня, по-моему. Дочка когда родилась? Через сколько после свадьбы? Ну, не знаю, может там... Года через два. А, то есть не сразу? Нет. Она говорит... Она говорит, типа, уже пора рожать. Я говорю, ну рожай. Если пора... Просто... Меня так особо не спрашивали. Ты знаешь... Они как-то там... Ты знаешь... Теща там... Там все такое... Семья. Прям... Я охуел! Не все семьи такие? Да я понимаю, но бывают вот такие вот... Нет, ну как бы... Я не готов был вообще ни к чему к этому. Нас к этому не готовили, Саша. Я еще как бы не пожил в тот момент. А вот Троянова, который стал твоей второй женой... Ну, мы не расписаны. Ну... Были. Да. Она прям... Друг и кореш. Эм... Ну... Да. Мы с Трояном... Мы много чего... Повидали. В каких вы сейчас отношениях с Яной Трояном? Эм... Друг и кореш. А муж-жена? Нет. Вы разошлись? Эм... Ну... Мы просто... Да. Живем по отдельности. Как давно это происходит? Эм... Ну, живем по отдельности. Мы... С... 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 С первого сентября... Этого... 2020 года. А до этого где-то еще... О... Наверное... Года полтора мы жили вместе. Но так... Просто на одной территории. Но уже не как... Муж-жена. Да. Что произошло? Эм... Насколько я понял... Эм... Трояном... Меня разлюбило как мужчину. Как ты об этом узнал? Она мне сказала. Как? Нет. На самом деле это... Как бы серьезная такая... Была для меня история. Я уже... Даже в психиатру походил. Как раз тут полтора года я пытался... Отпустить. Мы отпускать же не умеем вообще никто. Мы вцепимся как клещи там... В мертвых этих... Ходим на эти... Могилы... Каждое воскресенье... Люди бывают ходят... Эээ... И... Надо уметь это отпускать. То есть ты тяжело отреагировал? Тяжело. Тяжело отреагировал. Я не мог понять как... Я не мог... Это самое... Ты понимаешь? И когда у тебя так все уже выстроено... Ты начинаешь... Тебе нужно начинать новую жизнь, по сути. И ты... Учишься. Учишься и... Тебе... Некомфортно. Ну... Время лечит. Пытался вернуть ее? Нет. Отпустил? Нет. Знаешь, я пытался не вернуть, я пытался поговорить. Как бы выяснить, может быть какая-то ошибка. Я... Нет. Это все я пытался, да. Это... Но не то, что... Как вернуть и пытаться? Это что сделать? Цветы принести? Я не знаю. Поговорить. А поговорить, да. Тебе что-то не устраивает? Давай, может быть, я попробую... Тут, наверное, не так больше было. Это как бы... Если тебя что-то не устраивает в человеке, это... Попробовать что-то менять, это неправильно в человеке менять. Ты должен его принимать таким. Значит, если не устраивает, тогда, ну, лучше не стоит продолжать. Потому что менять человека — это насилие. Ты просто тогда, ну, не надо тебе с ним находиться. Можешь вспомнить момент самого большого вашего совместного счастья? Да, я думаю, вот эти все всякие вот... Какие-то первые, наверное, победы на кинотавре, может быть. Я не знаю. Какое-то признание, может быть. Ну, разное же счастье. Ну, профессиональное счастье. У меня вообще... Для меня, допустим, другое, когда мы там в кинотеатре на заднем сиди... Ну, в заднем ряду, типа, потарахались. Для меня вот это счастье. — А было такое? — Да. — А пустой зал был? — Ну, не очень, но были какие-то люди там впереди. — Слушай, я несколько раз об этом думал. Но понимал, что у меня не получится это тихо сделать. Расскажи, дай пару лайфхаков. — Лайфхаков? Ну что, я не... честно сказать, знаешь, как-то это все было так... чуть-чуть там... тихо делаешь и все... — Тесно же? — Тесно? — Да. — Я не помню, что было тесно. Я помню, что для меня это был какой-то такой... Как будто мы, блядь, вместе на Луну слетали. — Что шло на экране в этот момент? — Не помню. — А, важно, да. — Да какой... что ты будешь запоминать, когда у тебя случился полет на Луну, а ты будешь запоминать, что шло на экране? — Почему во всех твоих фильмах главную роль играет Яна Троянова? — Ну, я нашел свою актрису, видимо. Хотелось мне делать, чтобы она такой образ сделал, такой образ. Я понимал, как с ней работать, что она справится, во-первых. То, что она мой текст хорошо понимает. И вот сейчас она, допустим, сериал будет снимать как режиссер по моему сценарию, потому что я понял, что никто так текст не делегирует актерам, как она, мой. Чтобы они его говорили точно. И вот сейчас они делали там пробу, и все прям замечательно. — А она же уже пробовала себя как режиссер в короткометаже? — Да, она снимала как режиссер. Я был продюсером, кстати. — Ты нашел свою актрису или свою музу? — Ну... — Со стороны это выглядит так, что вот это просто... Это не только важно технически, то, что хорошая актриса сыграет так, как надо, но и как-то метафизически. — Нет, конечно, да. Это и муза одновременно, да. — Вы разошлись, но при этом главную роль в «Мидее» будет играть она? — Да. — Ну, то есть отношения никак не повлияли? — Нет, отношения это вообще никак не повлияло. Мы даже лучше стали друг к другу относиться по-человечески. Меньше стало друг к другу претензий, допустим, каких-то там, которые там, естественно, накопились за всю жизнь, когда там меньше... Мы больше стали друг друга понимать, признать, уважать чужие права друг друга. Кто такая Яна Троянова для многих людей? Это востребованная актриса, которая играет в хитовом сериале, которая играет в авторском кино. Сериалы при этом выходят на каналах, которые принадлежат «Газпрому», и которая при этом, когда Навального не отпускают из больницы, идет на Красную площадь с беременной актрисой Вилковой и пикетирует Путин от пусти Навального. Она, несмотря на то, что ей есть что терять, очень смелая женщина. А что ей есть что терять? Потерять вот эти вот «Газпром-медиа»? Последний герой, Ольгу... Это не такая потеря для человека, что можно было переживать. Гораздо совесть потерять страшнее. Как бы ради этого не делать, что ты хочешь делать. Бояться. Ради вот этих вот каких-то мимолетных ништяков. Не будет этого случиться что-нибудь лучше. Гораздо. В Голливуд возможно сниматься. А если не случится? Да случится. Хорошее всегда находит. Важный момент. Мы когда снимаем «Русскую провинцию», нам очень хочется говорить про ее проблемы. Но вот, знаешь, вот этим классическим «Снопским» «приехали и сняли говно» мы вообще не любим. Мы любим говорить про проблему, но при этом так, чтобы это было не обидно. Но я не могу не задать этот вопрос. Почему так много человеческого говна на этой станции? Потому что тут негде посрать, блядь. И наверняка, вот смотри, из института выходят люди на вечернюю электричку, да, приходят, и ты, блядь, срать захотел, и все, у тебя это самое… Ты никуда не сходишь. Вот место единственное. Я поэтому знаю такие места обычно, где они находятся. Как бы ты идешь, и ты понимаешь, что вот здесь за углом может быть насрано. Потому что ты как бы уже это… Живя в России, ты понимаешь, где будут срать. Но здесь же холодно срать. Ты знаешь, у меня история была. Первый раз в Москву, когда я приехал, с братом мы ехали за товаром в «Лужики», за магнитофонами со старшим. Мы поели курицу, видимо, она у нас в поезде ела, вот эта уже подпротухла она, видимо, в конце пути. Двое суток. Да, двое суток. И вот я проснулся там, когда мы в пять утра пребывали, я проснулся в три ночи, я бегал, а она уже закрыла туалет. Я бегал, у меня волосы дыбом вставали просто, я не знал, что делать. Я вылез на этих трех вокзалах, и там были закрыты тоже все туалеты. на эту самую уборку. Я сел вот так вот перед метро, скинул штаны и выстрелил просто. Поэтому люди срут там, где нет туалета. Вот и все. И смешно, и грустно. Да, это было грустно. Знаешь, как было? Я потом уже после лужников зашел, уже мы сели обратно в поезд, я зашел в туалет, снял весь обуз. Многие люди, которые смотрели твои фильмы, они подумают, слушай, Сигарев, почему у тебя такая фиксация на фекалиях? Ну и вообще... Там есть даже ответ на самом деле в этом самом, в стране ОС, когда он говорит, что тебе интересно про говно, а как же это? Это просто человеческая природа. Андрей, ну что тебе? Правда интересно про говно? Там про это. А про что? Про человеческую природу. То есть он селит и ебется человеку, не надо этого стесняться. И надо организовывать, наоборот, чтобы ему было где посрать в комфорт, и комфортно поебаться, грубо говоря. И вообще... У нас же про секс еще... У нас же секса не было много лет. В СССР, типа. У нас, по сути, не было ни туалетов, ни секса. Поэтому то, что в тюрьмах происходят, вот эти не огороженные, да, в камерах, туалеты, я, честно сказать, для меня это самое главное унижение, которое там происходит. Что людям нормально не дают посрать. Потому что перед всей камерой не все могут срать. Как бы ты описал свои отношения с алкоголем? Сложный. Сложный, но... Он для чего-то нужен, я точно знаю. Часто ли ты уходишь в запой? Последнее время — нет. Последнее время — это сколько? Ну, вот, наверное, года два. Ты же знаешь, какая у тебя есть репутация. Понятия не имею. Я только догадываюсь, но... Что часто приходилось слышать? Сигарев — невероятный талант, невероятный драматург, крутой режиссер, но алкаш. Ксения Собчак. Надо тебе с копирайт поставить. По-моему, она такую говорила. Ну смотри, мы с тобой в Фейсбуке в друзьях давно, и я иногда, вот когда вижу твои комментарии и реплики, которые отправляешь, они настолько резкие и настолько контрастируют с тем прямым, но при этом вполне в рамках разговора, который у нас все эти дни происходит, что невозможно подумать, что ты на трезвую это написал. В основном на трезвую. Серьезно? Да. То есть в основном это что-то... Значит, ты меня выбесил, если я что-то пишу, значит... Выписить же, может, и трезвую. Хотя с этим надо бороться. Ничего тебе не должно бесить. Хорошо. Ты должен всех бесить. Расскажу историю. Премия GQ 2019 год. О, а мы сидели за тобой. Потом мы, значит, с Серегой там снимали для Риотов ТВ в Марконе, а вся творческая интеллигенция ушла на день рождения Виторгана. И там была сцена, когда... Я был на день рождения Виторгана. Вот. Сигарев, абсолютно пьяный, приставал к режиссеру Молочникову и актрисе Ходченковой. Приставал? Ну ты Молочникова просто хотел то ли отпиздить, то ли что-то еще. Ну ты вот прям, прям вот душу из него вотрясал. А... Это кто тебе рассказал? Ну, люди, которые это видели вокруг. Ну, это... это восприятие, возможно. Кому-то кажется, что это так. Скорее всего, я просто что-то доебался. Ну, вот... Ну, при пьяной доебался, что бывает. Часто такое бывает? Ну... бывало, бывало, бывало. Что произошло с актером Семчевым в 2014 или 2015 году? Ой, он меня пузом толкнул в витрину. Я со своей спиной разбил витрину. Его версия, что ты пришел на послегастрольную вечеринку театра и как-то по-хамски вел себя с девушками. Нет, там была другая история. Там... пришел на эту вечеринку как раз такой товарищ тоже из Екатеринбурга. Мой неодногруппник, тоже ученик Каляды. А я знаю, что он взял вот у Ирки, которая у меня Ирку играет в стороне его с сестру, типа, сестру Ленки. Он у нее взял деньги и сказал, что я тебе в кино сниму 50 тысяч рублей. И, типа, исчез. Так. И он пришел, я посмотрю, он сидел за наше стол, я говорю, съебал отсюда. Он сидит. Я знаю про него все, что этот гнилой чувак, и он просто сидит за столом. Я в него кинул рюмкой. И все, и Семчев что-то... Я кинул рюмкой, собственно, и пошел уже выходить. И Семчев что-то... Я тогда решил сам уйти просто. И Семчев что-то меня догнал и начал там пузом размахивать. И вот задел меня, и я улетел от этого пуза в витрину. И разбил. И говорю, ну, Семчев, ты попал и ушел домой. Так. А Семчев был в гостинице. А витрину с ювелиркой была. И вы тут и приняли. Менты. А витрину с ювелиркой была? Да. Кстати, я такую дубленку забыл. Свою. Такую достаточно дорогую. И мне потом ее не вернули, этот отель. Чтобы компенсировать? Не знаю. Они Семчев взяли деньги. Он с тех пор похудел. Алкоголь мешает тебе работать? Я не пью, когда я снимаю или что-то пишу. То есть у тебя, ну, это независимость? Как бывало у многих великих режиссеров? Нет, нет. Я не пью. У меня один раз на стороне ООС была история. Только вот война стороне ООС надо жить. Мы с Ришером, оператором, выпили бутылку абсента. На выходной. И с удра у нас, не с удра даже, там где-то в обед у нас маленькая, короткая смена должна быть, такая полусмена. И мы поехали, и я выпил воды. Помню. И я стал пить опять. Акцент это такой, он как бы, он там 70 градусов, он не впитывается. Его надо водой, если разбавить, тогда он начинает впитываться. Меня просто там размотало на съемках. Вот я был 11 раз пьяный. Ну, я не работал, там операторская была больше такая история. Мы снимали там вот эту плотину, велосипед замерзший в воде. И там это долго просто было по художке, по дымам. Просто стоял, мы уже знали, что занимали. Я просто мог и не приезжать даже, собственно говоря. И никогда это не было проблемой? Нет, ну, проблемы периодически случаются. Это как бы, ну, не бывает же все. Наследственность плюс родовая травма, как говорится. Если ты пьешь, то и там какие-то дебошики были. Ну, всякие драки. Наследственность? Ну, это есть такое, у Рыжего, у Бориса Рыжего есть такая строчка в стихотворении. Наследственность плюс родовая травма. Когда кто-то какой-то неблагополучный получается. А у тебя есть такая наследственность? Я думаю, у нас у всех есть. Что-то, нет, ну, у меня, у меня это само собой, я вообще, я ж из Урала. И там... Есть, есть. Это же... Куда без этого денешься? Вот родовой травмы... И родовая травма есть, кстати. У меня ключицу слаболе, потому что не выходил. Да? Да, я застрял, и все, не пойду никуда. Хотели по кускам доставать. То есть, у меня как бы голова сама вышла. Она во влагалище находилась голова. А плечи не выходили из матки. То есть, я задыхался, типа, задыхался уже. И врачи меня не могли достать. Они в итоге сломали ключицу. И вот так у меня рука повисла, и я выскочил. А матери предложили разрезать, чтобы, как бы, ее уже не травмировать. Чтобы... То есть, по сути, чтоб ты погиб? Да, да. Она не дала. Не дала? Угу. Блин, ну это же крутой поступок. Ну да. А ты ее банишь в WhatsApp? Ну я... Я же ее баню с благородной целью. В детстве они нас учат, а в возрасте мы их учим. Угу. Но при этом ты сказал, что нельзя человека поменять. Можно его принять? Ну да. Это... Она просто... Человек не будет делать то, что ты не хочешь, чтоб он тебя делал. Понимаешь? Когда ты банишь, ты же говоришь, мне вот... Я вот не хочу, чтоб ты это делал. А, ну то есть, можешь не будет... Делай там себе все, что угодно, но мне это не делай. Вот и все. Это не поменять. Это просто границы расставить. Угу. То есть, получается, героиня Волчка родилась с воспалением легких, а ты со сломанной ключицей? Ну да. Угу. Прикольно. Ну я тяжеловатый был мальчик. Юрий будет тут, тут будет Юрий. Ты большой поклонник Бориса Рыжего. Ну я считаю, что это... по этому уровню Пушкина. Пушкина? Да. Объясни. Просто... Пушкин — 19 век, да? Есенин — 20 век, а Рыжий — это 21 век. То есть, они все примерно в начале века вот такой в России появляется поэт. Ты успел с ним познакомиться? Нет. Я как раз в этот же день, когда он повесился, я прям отправил Олега Багаева, главного СССР, редактора журнала «Урал», чтобы он пошел и привел Рыжего к себе в гости. И мы познакомились. А он в этот же день повесил. Его публиковали в журнале «Урал», где мы были? Да, и он там работал еще тоже. Почему он повесился? Мне кажется, что он как бы так любил свою поэзию, что понял, когда она начала трансформироваться, ну, не будешь же вечно писать про бандитов и поэтов. Он как бы понял, что у этой поэзии есть определенное время. Ну, как бы в твоей даже возрасте, если ты нормальный человек, и ты всегда мудой не будешь сидеть и писать про какие-то… Ну, в общем, про свои детские фантазии. Поэтому, мне кажется, больше вот от этого. Ну, я не могу… Это только догадка только. Как бы ты понимаешь, что вот завтра ты уже не будешь таким внутри. Тебе нужно искать новую форму. Это кризис 27-летних. Ему было 26 лет, да? Ну, это же… пипец. Ну, это кризис просто. Мы проживаем несколько кризисов в жизни. И вот это… Кто может их прожить и перестроиться? Я вот понял, допустим, когда мне примерно 27 лет было, что я не хочу больше писать пьесы, заниматься театром. Я начал искать что-то новое. Я начал кино себе придумывать. Потом я понял, что не хочу кино заниматься. Вот как раз вот этот кризис, который был сейчас. Я в силу написал прозу. Это тоже как бы шаги, которые ты пробуешь и что-то делаешь новое. Мультик я делал, тоже вот сидел в одного. Это бы… Кто как… Кто-то может перейти эти кризисы? Особенно, когда ты вот сильно там что-то делаешь. То есть для тебя это прям… Ну, как бы… Дело жизни, да? И при том, от него нужно отказаться тебе вдруг. Чтобы начать что-то новое, чтобы… Ну, как бы уже… Потому что это волна. Любое — это волна, да? Ты достигаешь пика, а дальше ты будешь идти на снижение. А если ты что-то новое придумаешь, ты можешь все время на пике находиться. Ты можешь в разных вещах все время на пике, и так твоя жизнь будет наполнена. Ты снял три фильма. Все три классные. Ну, то есть, допустим, два безоговорочно классных, третий заходит не всем, но там, на мой взгляд, это тоже отличное кино. У тебя репутация крутого драматурга. У тебя перед тобой возможность снимать кино и дальше, при том, что у тебя еще ни одного абсера не было в фильмах. Это разве не все для того, чтобы… Что делать дальше? Ты как бы… В новом жанре снять ужастиков нет. Нет, поэтому я ищу всегда что-то новое, чтобы у меня не было такое, что ты сел на какую-то кобылу и до самой смерти скакать на ней пытаешься. Она уже давно умерла. Это вот случается… Никита Сергеевич, это случилось с ним, вот такая история, что он подумал, что нужно делать вот так, как он делал все-все-все время, а время уже изменилось, и это все выглядит, мягко говоря, актуально. А нужно было, может быть, пойти преподавать, на самом деле, а не снимать кино. Я вот даже подписываю лекции, кстати. Чтобы однажды… Как бы я фиксирую то, как я делаю это все, чтобы однажды пойти кому-то это просто передать. За 12 лет ты снял всего три фильма. Почему так мало? Я не хотел больше. Поэтому они получились что-то… Не каждый… не каждый год, как пирожки, лепишь, и они один на другой похожи. Почему в «Уди Аллен» стреляет фильм в год? Идет. Это сериал «Уди Аллен». Это сомнение мне интересно так. Я что-то сделал, мне интересно какое-то другое придумать. Я бы сейчас с удовольствием все делал для YouTube. Какие-то маленькие дешевые сериалы прям… Но пока еще не… не вижу с кем и как. Меня сюда направила дочь. И меня очень удивило, что ей стал интересен фильм. Вот у меня сложилось впечатление, что это фильм опять о маленьком человеке, вот этом большом городе. Сначала, кажется, неудобно воспринимать в ситуации там копчиков, а потом ты понимаешь, что это просто до такой степени простой, и, наверное, человек и доверчивый, который может спуститься за балкона, который может… ну, все может. И очень большое вам спасибо за то, что обращает внимание на таких людей, зрителей, живущих в Москве, и спрашивает, а такое вообще бывает? Бывает и не такое. И, наверное, спасибо большое, что все-таки финал счастливый, потому что, ну, не всегда дальше Уральский год финал у таких людей бывает счастливый. Спасибо большое. Да это временно у него здесь есть. Спасибо. 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 Три года назад канал Навальный Лайф, и ты там говоришь про политику. И я несколько офигел от того, что ты там даешь прогнозы, и некоторые из них сбылись за эти три года. Я не помню ничего, я говорю, ну давай. Во-первых, ты говорил, что Путин подкрутит Конституцию, говорил, что власть перестанет признавать решение ЕСПЧ, и тут тревожно, и пока этого не случилось, я надеюсь, не случится, но шаги уже в эту сторону есть. Они, я так понимаю, будут отключать YouTube. Надеюсь, это не сбудется. Ну… Дай какой-нибудь прогноз, что будет с Россией через… 2021. Через три года. Все будет хорошо. Раз у меня сбываются, значит, я буду говорить, что все будет хорошо. Финальное. В чем сила? Сила в честности. Когда, допустим, ты, если ты абсолютно честный и открытый, с тобой невозможно ничего придумать, как сделать. Поэтому то, что с Навальным происходит, да, они найти-то ничего не могут, и придумывают всякую хуйту вокруг него. Потому что у него там реально не к чему прицепиться. И он, ну, может быть, по молодости, там, ему какие-то ошибки. Сейчас-то он уже точно их не… И мне не даст повода обвинить себя в чем-то. Так что будь честен и все. И ничего не бойся. Конкурс. Что будет подарком? Картман. Картман? Маечки страна ОС. Это мне Дима Улюкаев мне подарил. Когда ты мне написал, что нужен какой-то подарок, у меня был вот такой… Что там написано? «Я выживу и перезвоню». Тематический подарок на ближайший год. Это… И вот такой вот из прошлого моего персонаж. Условия конкурса. Фильм «Страна ОС» — это примерно полтора часа новогоднего угара. Сразу несколько невероятных новогодних историй, которые происходят в замечательном городе Екатеринбург. В комментариях, а конкретно в прикрепленном комментарии к этому видео, расскажите о самой невероятной новогодней истории, которая происходила с вами. История из травмпунктов тоже приветствуется. Чем более невероятная история будет, но при этом чтобы она выглядела правдоподобно, так или иначе, если вы сможете проиллюстрировать фотографиями, там, разорванной артерии или что-то еще, я выжил и перезвонил, тем больше шансов на победу. Спасибо, Вася! Спасибо! Юрий будет дочь, дочь будет, Юрий! Юрий будет дочь, дочь, yeah!